Здравствуйте! На «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев и вместе со мной в студии Салават Хамедуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шижер». Здравствуйте, Салават! Здравствуйте! Мы начали цикл программ, посвященный образованию и становлению Башкирской республики. В прошлой программе мы разобрали некие предпосылки, которые возникли у разных народов по Волжье и подошли к началу, по сути, XX века. И сегодня поговорим уже непосредственно о башкирской национальной идее, что предшествовало тому, что сто лет назад появилась башкирская АССР. Да, в прошлой программе мы затронули вопрос формирования национальных проектов. Как уже было сказано, сформировался тюрко-татарский национальный проект, который предполагалось включить не только мусульман по Волжье, но и другие мусульманские народности Российской империи. И тогда, в конце XIX, начале XX века, начал формироваться также башкирский национальный проект, когда в конце XIX века или во второй половине XIX века у народов России пробуждается национальное самосознание. Вот у башкира то же самое. Они стали уже себя мыслить не как часть некой мусульманской уммы или тюркского какого-то сообщества, стали мыслить себя уже как отдельная единица. Вот эти процессы, кстати, они очень хорошо фиксируются в прессе того времени. В работах того времени, допустим, Гарифулакииков, вот был такой просветитель, сын известного башкирского поэта, суфи, богослова, середина XIX века, Галичукры, как его называют. Вот его сын Гарифулаки, в конце XIX века, так и писал. Все свои писания он называл «тач башкурча», то есть чисто по-башкирски он называл. Уже фактически появилось представление, что вот та письменность тюрки, она же была общая письменность, она стала атрибутироваться этой интеллигенцией башкирской, как именно башкирская письменность. В то же время казанские мусульмане эту же самую письменность стали называть ее «татарчат». Уже люди начали одну и ту же письменность фактически тюрки называть как бы на свой лад. Одни называли ее «башкирской», а другие называли ее «татарской». То есть о чем это говорит? Сформировалось фактически вот это национальное самосознание, такое раздельное, что стало маркерами башкирского национального проекта. Ведь всегда все национальные проекты здесь ждутся на каких-то национальных мифах. Национальный миф – это не есть там что-то такое дурное там или как вот сразу, не несет негативной коннотации миф, национальный тем более миф. Это вот некие стереотипные такие сюжеты, которые являются основой национального мировоззрения. У русских Москва-третий Рим, у англичан там еще что-то. Например, мы нации мореходов там или что-то вроде этого. То башкир уже стали свои национальные мифологемы формироваться. Башкир как народа борца, который 200 лет поднимал восстание и так далее, что вот такой народ служилый, свободный, независимый и так далее. И вот когда все вот эти представления уже можно сказать к началу 20 века оформились в России, и ключевую роль во всем этом сыграл в оформлении. Идеи они существовали, но они не могли оформиться пока в какое-то реальное движение, осязаемое. И в этом отношении триггером стала как раз русская революция 1905 года. Тогда все пробудилось. Ну, эту революцию, как известно, подготовили не большевики, не еще кто-то, а подготовили эсеры и кадеты. Даже, можно сказать, большая роль была кадетов. Началось революционное движение, и вот, как известно, 17 октября 1905 года, знаменитый манифест Николая II, который положил на начало конституционной реформе, объявляли всяческие свободы. Потом возникла Государственная дума. И тогда же, в 1905 году, возникает первая мусульманская партия, общемусульманская. Она включала все народы Российской империи, и туркистанцев, и азербайджанцев, и башкиры, и татар, и так далее. Возникает партия «Этифак аль-Мусульмин», «Союз мусульман». Можно сказать, с этого момента, и фактически, вот эти национальные движения, они получили уже реальное оформление. Партия эта «Этифак аль-Мусульмин» была на кадетской платформе. Они, как кадеты, кто это? Это конституционные демократы, которые выступали за либеральные ценности, но при этом за сохранение монархии. Такая конституционная монархия, одним словом, хотели там из России сделать Англию. Такую же ограниченной монархии, ну и со всеми свободами, и так далее. Незыблемость частной собственности, а в национальном вопросе культурно-национальной автономии для народов в рамках неделимой России. В 1906 году состоялись выборы в Первую Государственную Думу, и вот из этих мусульманских депутатов, многие из которых представляли именно вот эту «Этифак аль-Мусульмин», была сформирована мусульманская фракция Государственной Думы. Уже, так скажем, началась вот такая парламентская обкатка, закалка вот этих бойцов политического фронта в этих дебатах. И вот, кстати, от Башкирии, можно сказать, от Уфимской губернии, один из депутатов был Шахайдар Сартланов. Известный башкирский дворянин Белебеевского уезда. Он жил в деревне Шлан-Лыкуль, Буздягского нынешнего района. Он известный был, огромный вотченик, у него были огромные земельные владения. Он был офицером, служил. Его сын тоже был офицером, Али Аскар Сартланов. Что касается отца, вот в то время, поскольку он был дворянин, предводитель дворянства какое-то время, и вот у него любимый это был конек в Государственной Думе, это вот защита башкирских земель. Каждое свое выступление он начинал, расхищаются башкирские земли. Даже в Госдуме к нему прилепилось прозвище башкирская земля. Когда он заходил, и там все депутаты, вон, вон, башкирская земля, башкирская земля идет. Но, как известно, весь этот парламентаризм, он потерпел поражение. Мы знаем, что все эти Думы практически все, они распускались, поскольку самодержавие не было готово, в общем-то, к реальной демократии. То есть, они решили фикцию какую-то декорацию там своять. Ну, пусть, типа, поболтают ребятки, а мы там все равно будем свою линию гнуть-гнуть. Но, в итоге, чем это кончилось, мы знаем, царизм до конца все тянул-тянул-тянул. Вместо того, чтобы идти на опережение, они все на торможение работали. В итоге все были неудовлетворены, и революция не то, что не была остановлена, а наоборот, на всех парах шла вперед. И произошла февральская революция, как известно. Тоже участие большевиков в событиях февральской революции мы не видим. Тоже там были эсеры, кадеты, другие партии в свержении монархии. Но после февральской революции 1917 года, как мы видим, знаем, началось просто бурление по всей России. Самые активные политические природы. Да, было сформировано временное правительство, которое временно, почему оно называется? Оно должно было работать до созыва учредительного собрания, на котором должно было собраться представители всех народов, всех фракций, всех партий, всех политических сил и выработать дальнейший путь развития России. А до этого временно правительство должно было работать. И вот этот период временного, от февраля, когда временно правительство до конца, в России был, наверное, самым либеральным периодом в истории России. То есть была свобода полная. Полиция практически отсутствовала. То, что хочет Павлесского подровая. И мусульмане тоже не отставали от этих тенденций, от этой внезапно свалившейся свободы. И 1 мая 1917 года в Уфе был созван первый Всероссийский съезд мусульман. На этом съезде как раз вот и со всей очевидностью наконец-то проявились все разногласия внутри до этого внешнего единого мусульманского движения. То есть собраться собрались, но начали высказать... Да, ну потому что до этого в мусульманской фракции все это скрашивалось. И вроде внешне казалось, что все они одинаковые, примерно права одни и те же. И вот на съезде обозначился раскол, поскольку всем стало ясно, что уже конституционная монархия российская, которая до этого провозглашалась, ее уже нету, этой монархии. И всем было ясно, что будет Российская Республика. Кстати, Временная правительство, она же провозгласила Российскую Республику. Тоже вот этот факт упускается. Она бы фактически была провозглашена. И вопрос стал, что с этой Российской Республикой делать, как она будет выглядеть. Естественно, вопрос о том, какой она должна быть, федеративной или не федеративной, унитарной, но, в общем-то, с культурной национальной автономией. Мулай Анхаликов, будущий член башкирского правительства, ну тогда, кстати, он никому еще неизвестный человек, что писал уже много позднее. На Первом мусульманском съезде в мае 1917 года башкиры выступили как сторонники территориальной автономии, территориального самоопределения, в отличие от татар, которые являлись руководителями мусульманского движения в тогдашний период и требовали лишь культурно-национальной автономии. Вот тогда все это и обозначилось. И, кстати, платформу сторонников культурно-национально-национальной автономии или унитаристов, как их называли, тогда озвучил мусульманин из Осетии. Осетии, они большая часть христиане, но небольшая часть дегорцев, они мусульмане. Один из мусульман-дегорцев, который участвовал в мусульманском движении, причем он хорошо так сошелся с казанской буржуазии и стал фактически рупором. Его звали Ахмед Бек Цаликов, и вот он на этом съезде буквально озвучил следующее. Федеративное устройство может затормозить экономическое и культурное развитие страны. Расчленение России на отдельной автономии не разрешит национальную проблему мусульманских народов. И самое главное, территориальной автономии тормоз в развитии торгово-промышленной деятельности поволжских мусульман. То есть, фактически он был рупором казанской буржуазии, в своих тезисах отразил нежелательность федеративного устройства. Но... Раскол уже намечался. Нет, он уже зачем, он произошел. Но в итоге никто их не послушал. И большинством голосов на съезде победили сторонники национальной территориальной автономии. Это кто? Это, во-первых, самые многочисленные делегаты. Азербайджанцы, туркестанцы, башкиры и так далее проголосовали за территориальную автономию. Там было распределение голосов за территориальную автономию. 446 голосов и против 271. И вот там Ахмед Заки Валиди, кстати, который тогда, в это время, он находился, работал в Питере, поскольку человек такой, он, видимо, проявлял склонность к политической деятельности, он был помощником депутата Кутлу Мухаммеда Тевкелева в Госдуме. Он уже до начала этого движения проявил себя, во-первых, как историк. К тому времени у него была издана книга «История тюрков и татар». И он уже себя проявил на Неве парламентской работы. То есть он уже представлял, что такое парламент, что такое Госдума, работая помощником депутата в Петербурге. Ахмед Заки Валиди, который тоже участвовал в этом съезде, он вспоминал потом, вот что он писал. «Попытка казанских татар ограничить работу Всероссийского съезда рассмотрения проблем религии и просвещения, вопросов о муфтиях и шейху или исламах, все это побудило Башкир принять решение о созыве своего Курултая в Оренбурге, чтобы обсудить вопрос о земле и национальной автономии». Таким образом, по окончании первого мусульманского съезда башкирские депутаты решили собрать свой Курултай уже конкретно, а для того, чтобы собрать свой Курултай, нужно же было какой-то создать орган. И вот после этого съезда было создано Бюро башкирского народа, куда Вашил Ахмед Заки Валиди и другие деятели, которые должны были заняться вот этой организацией. Они все это дело занимались, вот в мае прошел первый мусульманский съезда, и, наконец, 20 июля того же 1917 года, и через два с половиной месяца в Оренбурге собирается первый Курултай башкирского народа, на котором был уже избран руководящий орган башкирского национального движения, который назывался Башкирское центральное шуро. Шуро – это персидское прочтение слова, слово это арабское, по-арабски шура, женского рода, а вот раз здесь по-персидски шуро у нас почему-то всегда среднего рода башкирское центральное шуро, хотя должна быть башкирское центральное шура. И, в общем, в это шуро вошло шесть человек – Шариф Манатов, Гариф Ильдархан Мутины, Харис Юмоголов, Сагид Мрясов, Усман Куватов. Фактически из этих шести человек нет ни одного выходца с территории современной республики Башкорстан. То есть все это какие-то заграничные башкиры. Заграничные в нынешнем понимании. Ну да, в нынешнем понимании. То есть они жили, понятно, на территории исторической башкирии, но не на территории, очерченной границами современной республики Башкорстан. Шариф Манатов, он из деревни Тангрыкулова, это Альменинский район Курганской области. Гариф Ильдархан Мутины, два брата. Это деревня Токталачук, это сейчас Актанышский район Татарстана. Харис Юмогулов, это деревня Эмилеева, Самарской области. Сагид Мрясов, деревня Мрясова, тоже один из районов Оренбургской области. И вот только один Усман Куватов с территории нашей республики. Вот, Ахмед Закивали Ди не вошел в центральное ШУРО. Он, кстати, выдвигался на мусульманский съезд от туркестанцев, как представитель туркестанцев. Он был очень сильно с ними связан во время своих фотографических путешествий, изысканий в Туркестан. Оттуда выдвигался, и вот он как раз в это время курсировал между Ташкентом и Петербургом. Занял был больше делами туркестанцев, поэтому он не вошел в состав башкирского ШУРО первого состава. Далее второй всебашкирский Курултай буквально через месяц был второй башкирский Курултай. Представляете? В августе уже. Да, уже 25 августа был создан второй башкирский Курултай. Это, видимо, было связано с тем, что в это время в городе Уфе проходил съезд национального управления тюрка-татар. С тех пор после первого мусульманского съезда, там тоже определенная эволюция произошла в их движении. Вот было создано национальное управление тюрка-татар. Они тоже уже стали склоняться к идее территориальной автономии, потому что они уже видели, процесс не остановить. И, значит, уже начали делать вот этот проект создания автономии тюрка-татар, куда тоже они хотели включить и башкирию. Там разные были проекты из двух штатов, чтобы состоял Казанский штат, штат Эдель-Урал, вот Казанская часть и Уфимская часть. Столицу они хотели поразгласить Уфу. Но планировали-то они планировали, но дело в том, что уже башкиры не были согласны на организацию двуеденного штата. И вот когда в Уфе они собрали свой съезд тюрка-татар, и вот тогда, видимо, башкиры буквально через месяц после первого Курултая также в Уфе собрали второй башкирский Курултай. И вот они, кстати, начали ходить друг к другу, посещать съезды. Тогда, кстати, деятели тюрка-татарской автономии, вот, например, тот же там Хади Атласов, все-таки они не оставляли последних судорожных попыток перетащить на свою сторону башкир. Вот, например, Хади Атласов пришел и вот говорил, хотя я ими шар, но самым любимым моим племенем являются башкиры. Однако получение автономии лишь башкирами невозможно. Верно, Башкортостан сегодня больше и Германии, и Австрии. Однако для того, чтобы иметь нации автономии, ей необходимо в отношении и численности, и прогрессе быть развитой нацией. Вас же нельзя назвать развитой нацией. И так далее. Как бы апеллировал ваш удельный вес, тут мало, и так далее. Потом другой там деятель пришел на съезд, и то же самое. И он в открытую начал говорить, благодаря нашему татаризму мы достигли таких успехов. Давайте, дескать, и вы под эту марку, под эту франшизу, под этот лейбл заходите. Под лейбл вот этого, в кавычках, татаризма. Но вот эти уговоры они не сыграли, не оказали никакого впечатления, потому что уже, в принципе, все было решено. Собрать третий уже съезд, учредитель на Курултай. Ну, понимаете, там вот какая ситуация неопределенности была. Вот она как бы подвисла, и просто все ждали, что будет. На этом же фоне происходили события. Потому что все ждали, начали готовиться к созовоучредительному собранию. Собственно, все вот эти съезды, башкирские и тюркотатарские, на самом деле это была подготовка к учредительному собранию, на которое они должны были прийти и заявить, что вот мы хотим учредить то-то и то-то. Но вся эта ситуация была перечеркнута большевистским переворотом, который произошел 25 октября 1917 года, до созовоучредительного собрания. Большевики понимали, что если вот они не сделают свой переворот до созовоучредительного собрания, то, в общем-то, их дело табак. Ничего они не смогут, и инициатива уйдет из их рук и перейдет другим парламентским партиям и так далее. И поэтому произошел большевистский переворот. 25 октября произошел переворот. 11 ноября, через 17 дней, башкирское ШУРО, башкирский областной совет, издает форма номер один. Вот они 16 дней, видимо, думали, как быть, как делать. Формация доходила тоже не деньг. Но все равно там телеграф-то работал, буквально через день, они по-любому уже все знали. И просто, видимо, вот они были в такой растерянности находились. А что делать? Что делать, в общем-то, непонятно. И в итоге решили издать вот этот знаменитый форман номер один. Форман – это персидское слово, означает приказ. По-башкирский – форман, по-турецки – фирман. В нем были вот такие слова. В связи с тем, что 25 октября 1917 года временное правительство России свергнуто партией большевиков. В России началась междоусобная война. Фактически гражданскую войну они имели в виду, просто неадекватный перевод. Мы не большевики и не меньшевики, мы просто башкиры. Поэтому в дальнейшем башкирский народ и башкирские войска, они заявляют о башкирских войсках, которых еще нет, но уже предполагалось их формировать, а также стоящий во главе их всех башкирский центральный совет в этих невероятных событиях в последнем времени должны объединиться и действовать в союзе с теми национальностями, которые ставят своей целью осуществление территориальной автономии и состоят членами Юго-Восточного союза свободных национальностей. Там такой был эфемерный союз возник, Юго-Восточная национальность, туда входили туркестанцы, казаки, донские, уральские башкиры и так далее. Вот так было решено. Пока суть до дела, продолжались вот эти выборы в учредительные собрания. Кстати, результаты какие были? По выборам в учредительные собрания победили эсеры, набравшие 40% голосов в учредительном собрании, тогда как большевики получили лишь 24%. Понимаете, большевики увидели, ага, значит, все, у нас там перевеса нету. После этого стало ясно, что судьба учредительного собрания, она такая, будет плачевной и ни к чему это не приведет. В итоге 15 ноября 1917 года, через 4 дня, буквально на следующий день, после того, как закончились выборы в учредительные собрания, и буквально в этот же день, 15 ноября, атаман Дутов, который прекрасно понимал, что вот этот расклад выборов в учредительные собрания нисколько не устроит большевиков, захватил в Оренбурге власть, выбил оттуда отряд Красной Гвардии, и буквально вот в этот день Дутовского переворота в Оренбурге Башкирский совет издает фирман номер 2, который провозгласил автономию Башкортостана. Автономия была провозглашена 15 ноября 1917 года. Вот оно, первая дата. То есть это, видите, когда, чтобы логика была понятна, большевики, это не сами они башкиры, они хотели дождаться учредительного собрания, чтобы парламентскими методами все по-человечески сделать. Большевистский переворот, а потом переворот уже в Оренбурге, осуществленный казаками Дутова, вынудил их издать фирман номер 2. Вот что там было написано. Башкирский областной совет объявляет территорию Оренбургской, Уфимской, Самарской и Пермской губернии всего 15 ноября автономной частью Российской Республики и приступает к фактическому осуществлению автономного управления Башкирии. В тот же день они встретились с атаманом Дутовым в газету «Башкорт», что писала в то время, в тот день. Шариф Манатов и Ахмед Закив-Валидов побывали у атамана Дутова. Казачий атаман высказался о своем желательном отношении к созданию автономного Башкортостана и публично объявил перед своим штабом об этом. А что писал Эдвард Карр, сотрудник МИД Великобритании, профессор Оксфордского и Кембриджского университетов. После того, как в Петербурге свершилась Октябрьская революция, Башкирский совет провозгласил себя автономным национально-башкирским правительством, осудил большевиков и заявил, что он не принимает автономии от советов. Башкирский совет переехал в Оренбург, где вошел в союз с казачьим атаманом Дутовым и провозгласил Башкирскую автономную республику. Что он имел в виду под словами, что башкирское правительство не принимает автономию из рук советов? Ну, то есть мы сами организуем. Нет, то есть, а что, большевики предлагали, что ли? Да, дело в том, что уже следуя за уже убегающим паровозом, большевики 2 ноября, буквально там через несколько дней после своего переворота, объявили декларацию прав эксплуатируемого и так далее народа, в котором провозгласили право нации на самоопределение. Но вот относительно всех заявлений большевиков никто не заблуждался. Все понимали, что прекрасно они знали, кто такие большевики уже к тому времени, что это вот партия, которая на синем глазу может что угодно соврать и завтра сделать совершенно противоположное. И поэтому уже в формате номер один, так же и было сказано, большевистское правительство в своей декларации от 2 ноября официально объявило само, что каждая нация имеет право на самоопределение. Различные национальности, конечно же, не по объявлению большевиков, а по своей действительной потребности, и начали создавать свои территориальные автономии. Украина, Бессарабия, казачье население, горские, дагестанские мусульмане и даже мелкие народности, как Калмыкия и Нагай, уже захватили свои дела в собственные руки и твердо вступили на путь охраны своей жизни собственными силами. Таким образом, все мосты были фактически, но еще не сожжены до конца, но уже башкирское правительство явственно показало, на чьей стране оно будет, обив автономию и войдя в союз с атаманом Дутовым, который, кстати, не надо его изображать каким-то таким махровым черносотенцем, абсолютно ложь какая-то. Он не был и не выступал, собственно, и не был монархистом. Все они уже понимали, что монархия своя отжила уже за демократическую и так далее республику атаман Дутов. Была ли ответная реакция какая-то от большевиков после вот этого разглашения? Нет, потому что им, во-первых, абсолютно не до этого, они были там заняты своими вопросами. На местах, да, большевики, которые были выбиты из Оренбурга, они отступили, но они ничего не забыли, потому что на местах у них были свои сильные вожди, даже братья Кадамцевы, да, здесь в Уфе известные боевики. Они начали это формировать по всему Южному Уралу из бывших отрядов БОНВ, боевой отряд народного вооружения, отряды Красной Гвардии. Отличные боевики, которые зарекомендовали себя еще до революции в знаменитых эксах, нападениях на поезда почтовые, знаменитый Демский экс, когда они бомбанули 500 тысяч рублей, взяли вот этот поезд почтовый, и потом на эти деньги Ленин провел лондонский съезд партии и там безбедно проживал в эмиграции в Швейцарии и так далее. То есть это были закаленные бойцы, которые начали в ответ на Дутовскую, как они называли, авантюру формировать отряды гвардии. И фактически, можно сказать, в конце 1917 года в Оренбургской губернии, тогда еще началась фактически гражданская война. В этой ситуации 8 декабря по новому стилю, по старому стилю, там это чуть позднее, в Оренбурге собрался третий учредительный курлтай башкирского народа, который утвердил вот эту провозглашенную автономию. Был создан предпарламент. Предпарламент, его цель какая была, поскольку тогда мыслилась именно как парламентская республика, предпарламент, то есть как бы недопарламент, он должен был организовать уже башкирское правительство и другие органы власти. И вот в предпарламент уже вошел и уже Ахмед Заки Валиди и так далее, и другие деятели башкирского национального движения. Ну что ж, и более подробно о дальнейшем развитии событий мы будем уже обсуждать с Алаватом Хамедулиным в следующей нашей программе. Сейчас я благодарю всех тех, кто был сегодня с нами, и до свидания. До свидания.